Доброго дня и радости, дорогие братья и сестры! Пусть Господь всех благословит! Сегодня воскресный добрый день! Мы были в собрании, прославляли Господа, пели стихи, свидетельства и, конечно же, хлебопреломление вечерей, которую мы сегодня вкушали, имелось для тех детей Божьих, которые доверяют Господу свою жизнь сегодня в это время. Также большой всем привет, Володя, Ольга, Рафаэль, вам там благословения в Турции и кто у нас в Москве, Лена, Андрей, Сережа тоже, пусть Господь и вам даст радость этого воскресного дня. Но для всех нас этот день, он пропитан, знаете, главным, вот это, почему спрашивают некоторые воскресенья, что другой день нельзя, что ли, быть с Богом? Просто вот воскресный день, это как вершина недели, да, как мы вот поднимаемся на вершину и в это самые вот лучшие гимны, самые лучшие молитвы, проповедь, ну вот это все, оно как бы поднимает нас всех, оно дает нам. То есть мы всю неделю молимся, встречаемся и на домашних, и на молитвенных собраниях, но вот венец, так сказать, недели, заканчивая ее, воскресный день для нас очень и очень важен. Сегодня у нас начали дети, потом молодежь, потом домашние братья, то есть, получается, домашние братья, домашние крупные братья, начались все по порядку, сначала дети и далее все. Вот мы выражаем эту любовь к Богу, мы выражаем это, знаете, состояние того духовного понимания, вот дня, который мы живем, дня, который мы получили от Господа. И главное в этом дне тоже узнать, что творец всему Бог, что вот, знаете, воскресный день, это не просто воскресный день, он назван даже вот по воскрешению Христа, понимаете, вот это тоже очень важно. Поэтому пусть Бог благословит. Я сегодня не читал глобальные проповеди, в таком теологическом варианте, но, конечно же, для братьев, сестер я рассказываю, какой день мы живем, какое время мы живем. Я считаю, что вот пастор, он имеет все-таки функцию духовного человека, в нем должны быть расположены вот эти все служения, они должны сконцентрироваться, и пророческие, и учительские, и все остальные служения, они в пасторе концентрируются, но они не должны доминировать, понимаете, пастор не должен быть доминантом учебы или доминантом молитвах или еще в чем-то. А пастор, он лидер, за которым идут, он как бы определяет вот эти все приоритеты духовного состояния верующих людей. И это очень важно, важно понимать вот эти приоритеты, которые Бог сегодня дает. А то так получается, что люди приходят, вроде бы пастор есть, а приоритетов-то нет, то есть все то же самое, те же слова, то есть ничего нового не узнали. Сегодня мы узнали новое первое. Во-первых, на этой неделе объявили о том, что рубль будет цифровым, то есть рубль будет уже не в бумажном варианте, а только цифровом. И определенный срок на это 10 лет. Но мне кажется, эти события будут к нам гораздо ближе, и то, что сегодня происходит, происходит подготовка к приходу Антихриста, вот эта тьма как-то загущается, надо просто это понимать. Вы знаете, что ведь вот эти все вопросы надо не просто познать, а вот смотрите, первое, осознать, что вы имеете привилегию жить в это время, когда приходит Христос. Это привилегия, это не всем было дано, христианам. Это только вам и мне, это хорошая привилегия. Второе, надо различать эти дни, надо различать вот эти события. Есть глобальное событие, да, приход Иисуса Христа, но есть и другие предпосылки, которые Господь определяет. И мы читаем, когда он спрашивает у учеников, Матфея 24 глава, какие, что, как узнать, вот сбывающимся это все. Так что вот эти предпосылки, они сегодня существуют, и мы, глядя на них, должны понимать. И вот когда в Москве первым начали делать вот эти начертания, вот переводить людей, их лицо в число 66 и далее, да, и вот некоторые верующие не попались на этом. Они попались, потому что они не бдили, они не были подготовлены к этому дню, они думали, что тьма не сгущается, что вот они пришли в церковь, пастор сказал все то же самое, значит, что да, все хорошо, да, любим Господа нас, Господь любим, да, все нормально. И как бы вот этим и все закончилось, то есть их, дескать, не предупредили. И вот когда они осознали, что они сделали уже начертание, они побежали писать заявление, это реальный случай, они побежали писать заявление там в эти банки, чтобы их вычеркнули из этого состояния, да, цифрового. И что им сказали? Сказали, нет, это все, невозможно это сделать, возврата нет. Понимаете, вот потерять вечность по глупости или по чему, то есть вот что, поэтому не только привилегия, надо понимать времена, надо знать, в какое время ты живешь. Помимо верующим надо сказать еще и неверующим, понимаете, вот. Как так, если верующие ничего не знают, а неверующие-то откуда знают. И вот это вот надо просто понимать. На этой неделе вот было обсуждение в интернете, я вот сейчас обращаюсь, почему, это такой срез, срез нашего общества, понимать, за что молиться, что людям говорить. Ну вот на этой неделе было такое обсуждение, бурное обсуждение, там было очень много комментариев, более полутысячи. И тема-то была такая затронутая. Что главное в Библии? Вот смысл Библии, какое самое главное значение Библии, что там написано, самое главное. Ну, понятно, что мнения разделились, но меня порадовало процентов 70-80. В общем-то, все говорят о Библии, как о повествовании библейском о Христе, о Иисусе. Кто-то, конечно, предложил центр Библии, главную мысль выразить, конечно же, с конкретным стихом. Иоанна 3,16. «Ибо так Бог отлюбил мир, что отдал сына своего и ненародного, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Да, золотой стих. Ну, кто-то пытался вот так вот выразить, ну, видимо, знал человек этот золотой стих. «И о чудо! О чудо! Люди, никто не написал ничего против, но и огорчение никто и не поддержал». Понимаете? Как бы вот высказался кто-то, и тишина. Никто не против, и никто не за. Никто не за. Вот это самое-то страшное, понимаете? Вот эта теплость, вот она самая страшная. Не то, чтобы они ругали за этот стих, или, наоборот, поддержали этот стих, а не проигнорировали его, понимаете? Никто не дал на этот отрывок комментарий, никто не дал, да? И вот в итоге и получается, вот это срез нашего общества, оно во грехе. И сегодняшний день показывает, что единственный путь и правильное решение – это покаяние, это покаяние, которое необходимо. Вот у нас впереди на этой неделе будут два события. Первое событие в четверг – это вознесение Господа Иисуса Христа. Об этом я хочу вам рассказать в следующей проповеди. Будьте внимательны, это важное событие в значении духовном, а не в том, что некоторые считают. Здесь есть моменты духовные, их надо знать. И второе событие, вот лично для нас, оно произойдет. Мы в день России, свободный день, праздничный. У нас в городе делается еще день города. И мы, конечно, уже несколько лет молимся за город наш в этот именно день. Мы выходим на центральную площадь, на самый главный перекресток, встаем там, поем гимны, молимся с утра и, соответственно, благословляем наш город. Но в этот раз, в это событие, в эту субботу, 12-е будет суббота, июня, мы выходим не просто так. Мы выходим читать вслух главную основу будущего – это книга «Откровение». Понимаете? Книга «Откровение». Мы разобьемся по главам, каждый возьмет одну-две главы, ну, братья-две, сестры по одной. И мы прочитаем всю эту главу и будем по ним молиться. Понимаете? Вот это нам важно. То есть мы сеем слово и идем в молитвы. Это для нас ново, для нас важно, и мы хотели бы это осуществить. То есть вот таким образом вера от слышания – от слышания Слова Божьего. То есть мы к этому стремимся. Плюс еще в четверг мы соберемся, чтобы помолиться за наших родных и близких, чтобы и сердца были готовы к вере, готовы к Слову Божьему. А то, вы знаете, мы сеем, а почва, если не готова, да? Как ты сеешь, если почва-то не готова, там, одни камни? Так что нам молиться, конечно, за сердца, за то, что делается. Как я уже сказал, я порадовался. То есть 70-80% в принципе согласны, что Библия о Христе. Но понять Христа, знать Его лично, поэтому, если бы меня сегодня спросили, вот какое главное сегодня в Библии, вот что ты считаешь главным в Библии, я бы ответил – это второе пришествие Христа. Я бы сегодня вас отправил к Библии прочитать 150 глав, которые посвящены приходу Христа. Понимаете, вот Новый Завет всего 39 глав, а в Библии, во всей Библии, 150 глав о втором, не о первом, а о втором пришествии Христа. Вот я бы вас отправил в эту главную мысль сегодняшнего дня. Вот что нужно сегодня людям этот день понять, понять глубину темноты, насколько темнота сгущается, насколько она велика, где опасности, где дьявол устроил вот эти козни, вот эти действия его, как они в темноте происходят, как сгущается это зло. Так что вот надо это знать, надо понимать Слово Божие именно вот в том дне, в котором ты живешь. Если у тебя есть привилегия встречать Христа, то ты должен понять, что ответственность этого события, она идет очень великой. Ведь не случайно Господь говорит, приду, найду ли веру на земле. Ведь многие из нас сегодня не подразумевают себя без веры у Иисуса Христа, особенно христиане евангельские. Они как бы позиционируют себя в постоянстве веры. Но я вспоминаю, смотрите, неготовность событий. Вот ровно год назад, когда объявляли эту эпидемию с ковидом, у нас по городу, не только у нас ездили эти машины полицейские, не выходите из дома и так далее. И ведь смотрите, что произошло. Вот эта неготовность, вот это непонимание, оно к чему привело? Практически 90% евангельских христиан остались дома. Они не пошли в собрание. И собрания были закрыты. По какому-то интернету там встали. Мы ни одно собрание не отменили. Мы ни одно домашнее собрание не отменили. Мы собирались. Да, мы болели, но мы все выжили. Понимаете? Вот кто-то, может, не выжил, а мы все выжили. Да, мы переболели, но мы все выжили. У нас не было такого, чтобы кто-то погиб, кто-то умер от этой болезни. Мы все живые. Так что, вот это и есть, благодаря Господу, благодаря вот этой милости. Но к этому надо входить. Это надо понимать время, тот день, в который ты живешь. Если ты чувствуешь, что на эту привилегию жить, когда Господь грядет, когда идет это, уже последнее время скоро настанет. Вот это ты должен определить, и не просто определить, как привилегию, мной быть подготовленным в этом. Ты должен это понимать, ты должен это знать. И вот, когда я буду читать книгу Откровения, она будет в моем сердце. Понимаете? Вот что произойдет? Произойдет Слово Божье с небес, я его принимаю в свое сердце, и из сердца идет моя молитва в небеса. Понимаете? Вот как хорошо. Слово приходит с неба, приходит в мое сердце, я принимаю это в свое сердце, и отправляю это в небо. Вот, что произойдет с нами. Поэтому если некоторые говорят, ой, с нами все то же самое, пастор рассказал все то же самое, у меня каждый день все новое. Вот поэтому я и говорю, и для пасторов нужно обновление, и для многих верующих нужно обновление. Это не касается только меня, это касается всех верующих людей, всех пасторов это касается, всех верующих это касается, те дни они касаются всех, они не могут не касаться, они сегодня главные, может быть, в твоей жизни. И эти дни надо просто провести в доверии Богу, в понимании, какое время ты живешь, и не бояться, да, тьма сгустилась, и что, вы теперь будете бояться этой тьмы, когда вы свет, пусть тьма отступает от вас, а не вы отступаете, когда тьма сгущается. Поверьте, сегодня эти времена самые для нас важные, и значение Слова Божьего пусть будет велико. Я на сегодня прощаюсь, желаю вам Божьих благословений, так я пообещал, надеюсь, подготовиться буду за это молиться, рассказать вам о празднике Вознесения. Ну, это уже в следующий раз, а на сегодня пусть Господь вас благословит.